Мир и благодать от Господа, друзья и соработники в великом звании. Написано, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его. В Евреям в 6 главе написано. Размышляя в эти дни над этим местом Писания, имею на сердце ободрить тех из вас, друзья мои, кто служит нашему Господу, помогая нам в служении «Импакт» вашими молитвами и финансами, апостол Павел называет это «дело ваше и труд любви». «Дело ваше и труд любви». Писание говорит нам о том, что невозможно, чтобы Господь забыл об этом. Все то, что мы, как христиане, рожденные свыше, делаем во имя Его, имеет большую ценность в Его глазах, то есть в Божьих глазах. «Бог Иисус», то есть Бог Отец, превознес имя Сына Своего Иисуса и дал Ему имя превыше всякого имени под небом. «Я теперь посылаю тебе открыть глаза им, чтобы они обратились к свету и от власти сатаны к Богу». Говорит Писание, это наше с вами посланничество от самого Господа. Видите, друзья мои, что Бог ничего не делает вне нас. Почему? Это потому, что Он уже все сделал вместо нас и ради нас. То есть Он занял то место на кресте, которое по праву и по справедливости принадлежало нам за наши грехи, за наши беззакония. «Теперь наша с вами часть продолжит начатое дело с самим Господом Иисусом Христом». Человек, блуждая во тьме, в поисках кого-то, кто мог бы указать ему путь и выход ко свету, и даже имея глаза, грешник слеп. Человечество находится в положении отчаявшегося, отчаявшегося, погибающего на дне глубокого колодца. И для такого человека спасение может прийти только сверху. Псалмопевец Давид говорит и восклицает, «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Человек находится во власти сатаны. И кто, как не мы с вами, имея посланничество от самого Бога, и все для этого полномочия укажем ему путь свободы и приведен к Богу. Нет более важной миссии в жизни христианина, чем открыть глаза им, чтобы они обратились от чмы к свету и от власти сатаны к Богу. Никогда не забуду интервью, которое давал всемирно известный ученый, выдающийся специалист в области строения мозга человека, нейрохирург так называемый. Он говорил о тех процессах, которые происходят в нашей голове. И эти процессы поражают свою тайною и необыкновенностью. И на поставленный ему вопрос о том, верит ли он в Бога, я услышал глубокий вздох сожаления. И он ответил буквально следующее. «Хотел бы я поверить, но почему-то не могу». Насколько же мы блаженны с вами, дорогие друзья, что Господь открылся нам в милости Своей, и наша вера в Него непоколебима. То, что закрыто для погибающих, Духом Святым нам с вами открыта Его непогрешимая вечная истина, за что слава Ему. В служении «Импак» мы постоянно молимся о том, чтобы каждое произносимое слово достигало своей цели, чтобы каждый зритель, находящийся во тьме, вышел к свету, чтобы те, кто находятся во власти сатаны, обратились к Богу, к Богу живому и истинному. Я прекрасно понимаю то, что, к большому сожалению, не все люди получат спасение. Даже те, кто постоянно слушает Слово Божие, возможно, «Импак» смотрите, но не исполняете это слово, останутся вне дверей Его вечных обителей. Тем не менее, во свидетельство всем народам Евангелие будет проповедано, вплоть до второго пришествия нашего Господа. Это то, что двигает нами постоянно, давая силы духовные и физические. Апостол Павел, неутомимый труженик, на Ниве Божии говорит следующее, «Желаю же, чтобы каждый из вас оказывал такую же ревность до конца». Евреев в шестой главе, по-моему, об этом говорит. Несомненно то, что конец, о котором говорит святой апостол, приближается и приближается стремительно. Писание исполняется у нас с вами на глазах ежедневно. Каждое мгновение приближает нас ко встрече с Господом. Поэтому очень важно иметь неусыпную ревность о деле Божьем до конца. Да даст вам Бог наш, дорогие мои мудрости, сил духовных и сил физических, а также устроение ваших домов по богатству Его благодати. Ваш нелегкий, но очень важный труд не тщетен перед Господом, и награда ваша весьма велика. Бог да благословит вас!